В Екатеринбурге завершилась 12-я зимняя спартакиада ПАО «Газпром». В течение недели около 2000 спортсменов из 25 дочерних обществ газовой компании соревновались в шести видах спорта. Взрослая команда «Газпром Трансгаз Томск» впервые в своей истории вошла в число призеров спартакиады, а дети продолжили пополнять коллекцию наград. Победа юных волейболисток из Томска – один из самых ярких моментов спартакиады «Газпрома». В решающей партии финального матча девушки проигрывали 14-23, но сумели вырвать победу благодаря невероятной силе духа и отчаянной поддержке болельщиков. Вот это чисто командная победа. Я могу сказать, что у меня за 18 лет были такие уникальные случаи, но чтобы на таких ответственных соревнованиях, проигрывая катастрофическую концовку силой духа, ее выиграть. Но это на самом деле круто! Всего через пару часов волейболистки активно поддерживали баскетболистов в финальном матче с командой из Уфы. Победить не удалось, но и второе место существенно улучшило позиции в общем зачете. Еще более весомый вклад внесли лыжники. Томичи неоднократно поднимались на пьедестал почета. Карина Шульцова и вовсе совершила маленькое спортивное чудо, отыграв 16 секунд на последнем этапе эстафеты среди девушек. В эстафетах у взрослых преимущество томичей было более весомым. Это позволило Артему Киселеву финишировать с флагом компании «Газпром Трансгаз Томск». Блестящее выступление баскетболистов, волейболистов, лыжников и достойные результаты в мини-футболе, стрельбе и настольном теннисе вывели детскую команду из Томска на второе место в общем зачете, а взрослую впервые в истории спартаки от «Газпрома» на третье. Я считаю, что это большой и грандиозный успех всей нашей компании, потому что при всех положительных качествах других команд, наша команда была дружная, наша команда была сплоченная и самая веселая, поэтому мы победили. У трапа самолета коллеги по работе действительно встречали спортсменов как победителей, в очередной раз подтвердив, что «Газпром Трансгаз Томск» – это большая и дружная команда.